На повестке очередного заседания правительства два направления. Первое – это итоги поддержки в регионе малого и среднего предпринимательства в 2015 году. По этому вопросу с докладом выступил председатель кабинета министров Денис Буцаев. Как отметил чиновник, в прошлом году количество представителей малого и среднего бизнеса в регионе увеличилось. Во многом этому способствовали программы, разработанные правительством области, в том числе по субсидированию предпринимательства. По сравнению с 2014 годом мы увеличили на 100 миллионов общий объем поддержки и на 100 предпринимателей, адресных получателей. Освоение бюджетных ассигнований мы повысили достаточно существенно на 93%. По результатам реализации программы 2015 года мы вышли на второе место в Российской Федерации по объему поддержки малого и среднего бизнеса. В текущем году правительство области планирует внедрить дополнительные меры поддержки бизнесменов. В частности, снизить стоимость аренды муниципального имущества на 50% и ввести моратории на повышение арендной платы. Также власти сократят количество внеплановых и перекрестных проверок. Следующая повестка дня – строительство социальных объектов. По словам вице-губернатора Ильдара Габдрахманова, в прошлом году было запланировано к сдаче 258 строений. Из них только 72 перешли на текущий год. Видно, что на 2016 год перешло у нас детских садов 31 объект, школу 8, поликлиник 1, стационары 1, фапов 10, вопов 11, фоков 6, спортивных объектов 1, объектов культуры 3. Таким образом, 72 объекта из 258 перешли с 2015 года на 2016 год. Причем 53, то есть большинство из этих объектов, они строятся за счет бюджетных средств. 19 за счет небюджетных средств. В дополнение к старым задачам в 2016 году в Московской области начнется возведение еще 85 социальных объектов. А для того, чтобы сроки строительства соблюдались, Ильдар Габдрахманов предложил закрепить персональную ответственность сотрудников Министерства стройкомплекса и глав муниципалитетов за каждым проблемным объектом. Максим Мельников, Марианна Быстрова, КРТВ